Всех приветствую на своем канале! Сегодня свой обзор хочу посвятить масштабной модели киевского экспериментально-механического завода игрушек имени Ватутина, а именно автомобилю Волга ГАЗ-24. Данная модель выпускалась на этом предприятии с 1980 по 1987 год. Данная моделька была сделана из металла и открывающимися частями у нее были передние двери, капот и багажник. Эта Волга по качеству исполнения и детализации была более грубой и упрощенной по сравнению со всеми любимыми саратовскими аналогами. Это касалось всего и качества лития металлических деталей, и покраски, и сборки, и колес, и решетки радиатора, и даже салона. Руль, который располагается в районе педали, выглядит довольно нелепо и странно. Уж очень отдаленно Ватутинский ГАЗ-24 напоминал саратовскую Волгу и уж тем более сам легендарный автомобиль. Тем не менее, интерес у коллекционеров к данной модели не пропадает, особенно к ранним версиям или каким-то интересным цветом. Из положительных сторон также можно отметить наличие дефлекторов на задней стойке и надписей Волги на крыльях. Подобное наблюдалось и у одесской пластиковой модели от ПО Черноморская игрушка. Гиевская Волга, как и подобает моделям данного производителя, имеет довольно много отличий в деталях в зависимости от периода производства. Как обычно, это связано с упрощением производства и его удешевлением. На сегодняшний момент коллекционерами установлено 12 различных вариантов комплектации данной модели. Самые первые варианты считаются предсерийными или экспериментальными. В продаже их найти почти невозможно и потому они самые желанные дорогие. Самые главные их особенности это днище с креплением на один или два шурупа, большие колеса, подвижные спинки сидений, отсутствие на кузове штырька для крепления стекла, а на самом стекле нет зеркала заднего вида и дворников. Двигатель хромирован с двух сторон и имеет форму, отличающуюся от последующих вариантов. В багажнике нет упоров для крышки. Следующие несколько вариантов исполнения считаются ранними и встречаются в продаже чаще, чем предыдущие. Главными особенностями данных моделей являются большие колеса, подвижные спинки сидений, наличие перемычки под решеткой радиатора, гальвализированное днище в без шурупах на защелках, хромированные наружные детали и двигатель с двух сторон. На стекле уже появились зеркало, дворники и отверстия для крепления к кузову, а на самом кузове выступ. Также в багажнике появились выступы для крышки. Чуть позже появился вариант с маленькими колесами, но всеми вышеперечисленными особенностями. Более поздние варианты исполнения имели маленькие колеса, перемычка под решеткой радиатора уже отсутствовала, передние сидения были цельнолитными и неподвижными. Двигатель хромировался только с лицевой стороны, но бампера и решетка радиатора были еще полностью с хромом. Днище оставалось гальванизированным. Самые поздние модели были с маленькими колесами, днище было крашенным, сидения цельнолитные, двигатель, бампера и решетка радиатора были без хромирования. Коробок на данную модель известно также немало, аж 11 вариантов. Все они отличались между собой цветами, техническими надписями, дизайном и качеством картона. На сегодняшний день коробки от этих моделей являются зачастую ценнее для коллекционеров, чем сами модели. Стоит отметить, что найти данную модель в идеальном состоянии не так просто, так как у нее довольно часто страдают от потерь и потертости хромированной части, ломается крепление багажника и царапается лакокрасочное покрытие, которое и так не очень качественно выполнено. Цена на данную модель на сегодняшний день не очень высокая и стартует от 10 долларов за позднюю комплектную модель без коробки. Модель раннего периода выпуска и в коробке может стоить до 50 долларов. Какая может быть цена на предсерийные модели ГАЗ-24, можно только догадываться, но ценник в 100 долларов вполне себе возможен. Всем спасибо за просмотр данного видеообзора. Надеюсь было интересно и познавательно. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok